Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – четвертый квартал 2016 года. Звоните 48 300. Партнер программы «Новости» – магазин «Модная школа». Здравствуйте! В эфире телеканал РЕН-ТВ «Новости Анапы. Регион» в студии Ирины Меркурьева. И смотрите сегодня выпуски. 16 томов уголовного дела в отношении застройщика. Точку поставит суд. С заторами на дорогах курорта будут бороться кардинально. Нет терроризму. На курорте прошли митинги и акции в памяти жертв в Беслане. До пяти лет лишения свободы грозит застройщику Сергею Антипину. Расследование уголовного дела в отношении него продолжалось более двух лет. Уверенную точку в сборе доказательств вины застройщика поставил следственный отдел по городу Анапа Следственного комитета России. В деле 16 томов. Это сотни обманутых людей, миллионы невыплаченных налогов. Белорусский проезд 8 и 9. Улица Русская 19, 21 и 25. Промышленная 6. Эти адреса в Анапе на слуху и не на очень хорошем счету. Приличные агентства недвижимости никогда не предложат своим клиентам купить квартиру в одном из этих домов. Это самострои имени Сергея Антипина. Собрал миллионы сдольщиков и оставил их ни с чем. В бетонных коробках. Без газа, воды, света и с массой проблем. Мы покупали квартиру. Нам сказали, что будет у нас отопление газовое. Нету ничего. Хотя в договорах у нас было. Да, и деньги за это получено. Мы тем более как долевое участие принимали в этом строительстве. Белорусские 8 и 9. Эти адреса прогремели это зимой на всю Анапу. В новогодние праздники в январский мороз жильцы около 700 квартир. Остались без света и тепла. Ни управляющая компания, которая, кстати, создана тем же Антипином, ни сам строитель даже не вспомнили о людях. Нам из администрации позвонили и попросили жильцов и там кто в домовом комитете пройти и людей предупредить о том, что раз у вас нет ни света, ни отопления, ни горячей, ни воды, ничего, значит, пригласили их в 6-ю школу. Специально стояли автобусы возле сантехники УНО. Они их предложили отвезти в 6-ю школу, чтобы там можно было в тепле посидеть, чай, кофе, бутерброды попить, поесть. А если уж совсем некуда деться или что, то в больнице им предоставляли места, чтобы 3-4 дня они могли там вот пережить эти дни. Но никого, ни из застройщиков, нигде никого мы не видели. Я в шоке была, когда узнала, что вот такие есть дома, да. История незаконной антипинской стройки началась в Анапе 2005-го. Один за другим появлялись самострои, признание правособственности, на которые застройщик добивался через суд. Собственность есть, а где взять коммуникации? Махинаций Антипин провел немало, делая людей участниками своих противоправных действий. Мы покупали квартиры у него же опять за 20 тысяч. Смешно? Смешно. Очень. Вы же понимаете, что это такое? А эти договора, которые мы заключали с ним, у нас забрали. Кто-то успел вот это сделать, от ксерики документы, это хорошо есть. А мы вот отдали, и наши документы ушли. Что мы вкладывали, допустим, миллион триста с чем-то, почти миллион четыреста, да. А купили еще у него за 20 тысяч, как бы мы им не платили, конечно, а по документам за 20 тысяч купили. Обещал нам все, и это, и это. Вот посмотрите, видите, не наша управляющая компания не делает за свой счет. И все, куда ни костись, все за свой счет, за свой счет. Последнее детище Антипина – многоэтажка на Калинино-Таманской. Начало строительства 2010-й. Почему этот дом не попал в поле зрения следователей, непонятно. В июле этого года во время прямой телефонной линии глава Анапы Сергей Сергеев дал четкую характеристику Антипину. Он мошенник. И я ему об этом два года назад на приеме граждан сказал в кабинете, он записался ко мне на прием именно по этому дому, я ему сказал, ты мошенник, ты должен сидеть в тюрьме. Антипин уже не строит, но главным своим занятием – обманом людей – продолжает заниматься. Продает квартиры в своих самостроях. Руки уже не подозреваемого, а обвиняемого Антипина развязаны, пока суд не наложит обеспечительные меры на оставшееся имущество. Кому нужны стихийные рынки? Жители дома номер 7 на улице Красно-Зеленых уверяют – им нет. Впервые за несколько лет они спят спокойно по утрам и из окон смотрят на чистый, свободный от мусора и коробок тротуар. Всю жизнь живем на рынке, так говорили жители седьмого дома по улице Красно-Зеленых и направляли жалобы во все инстанции с просьбой освободить их от навязчивого соседства с торговцами. Без нашего ведома, даже без нашего желания устроили вот это безобразие. Ведь, я говорю, посмотришь, проходит соревнование дворов по благоустройству, а у нас ведь там даже трава не растет. Все буквально вытоптано, углы дома превратили в туалеты. Они же вот тут как приходят. А самое главное – безобразие всегда бывает после торговли. Вот оставляют. Тут еще вот эти бабки, что торговали всегда с земли. Все ящики со свалки, все у нас под деревьями. И вот этот беспорядок, вы знаете, действовал на нервы. Ведь хочется тоже же лучшего. Так что вот так. Мы неоднократно сами сажали и кустарники, и виноград. Но ничего, все вытаптывалось из года в год. А главное то, что покоя нет. Ведь с пяти утра и хлопание машин, и вот этот шум, и гам. Мы сейчас просто отдохнули. Я уже хотела писать благодарность мэру, что наконец обратили внимание на нас. Тротуар освободили. Оказалось, он широкий, просторный. Есть где пройти и проехать с детской коляской. По поручению главы курорта коммунальщики высадили молодые деревца. Ну, конечно, это гораздо лучше. Чистенько, аккуратно. И самое главное, что мы теперь знаем, где все чистое там продается. А здесь на полу, конечно, опасно. Но все довольными быть не могут. Это очевидно, когда кто-то теряет доход. Например, в виде платы с нелегальных торговцев за аренду земли общего пользования. Почему-то этот факт до сих пор не заинтересовал правоохранительные органы. А вот сотрудников муниципального контроля, которые провели работу центрального рынка в соответствии с законом, пригласили дать объяснение, почему брошенные вечером на тротуаре короба и самовольно установленные прилавки вывезли на штрафплощадку. Но как ни крути, вернуть все на прежние рельсы уже не удастся. Люди нисколько не жалеют о том, что стихийный рынок разогнали. Стало очень хорошо, потому что идешь свободный тротуар, и на земле ничего не лежит. У них, кстати, дороже, чем на том рынке. На том рынке есть фермеры, у которых я, например, постоянно у фермеров беру. Постоянно. Потому что, ну, уже свои места, там вот и арбузы только у одного. На рынке, именно на рынке, вот для них места уже же отведены специально. Каждую весну они приезжают. И в середине там рынка тоже. И среди зимы даже есть проверенные люди, которые, знаю, все равно со Стародитровской откуда-то торгуют. А здесь, а вы знаете, здесь много было и перекупщиков. Командиром Анапской роты ДПС назначен Вадим Кундрюков. На пресс-конференции новый руководитель рассказал журналистам, что станет приоритетом в его работе. Проблем на анапских дорогах предостаточно. Заторы в станице Анапской и на кольце в близ поселке Чимбурка. Превышение скоростного режима участниками движения рост дорожно-транспортных происшествий. За семь месяцев зафиксировано 63 ДТП, в которых погибли 17 человек и 66 получили ранения. Пик аварийности приходится на выходные дни и понедельники. У нового руководителя уже есть планы решения обозначенных проблем. Взять, если Анапское шоссе, это 5-й километр плюс 260 метров, это 4 дорожно-транспортных происшествия. Какие меры можно принять по снижению аварийности на данном участке автомобильной дороги? Если разделить данный участок дороги по две полосы металлическим барьерным ограждением. В станице Анапской построят подземный переход. В местах потенциально опасных перекрестков часы пик дежурит патруль. Профилактика нахождения на участках маршрутов патрулирования нарядов в очагах аварийности. Они там, где удобно работать, как все говорят, в кустах стоят. Мы не гонимся, у нас сейчас павочной системы нет, у нас нет выявления количества. У нас есть профилактика и недопущение нарушений. Особое внимание в сентябре пешеходным переходом в районе общеобразовательных учебных учреждений и местах массового пребывания детей. Проведены во всех учебных заведениях профилактические беседы. Это 1 сентября. Сейчас мы первую неделю продолжаем выставляться, приближать наряды к каждой школе, в связи с тем, чтобы приучить наших водителей в дисциплине возле школьных, дошкольных и высших учреждений. Вадим Кудрюков считает, что эффективная работа может быть только с учетом мнения жителей курорта. Все предложения готовы выслушать и рассмотреть коллегиально. Мы открыты людям. Мы всегда готовы выслушать приемные дни у нас каждый день. И доверие людей. Доверие людей. И я думаю, у нас все получится. Вадим Кудрюков начинал службу в органах внутренних дел Российской Федерации с должности инспектора дорожно-патрульной службы. В 2011 году был назначен заместителем командира роты ДПС курорта. Руководил ротой ДПС в Тимрюке. 17 лет службы – колоссальный опыт. На вопрос, комфортно ли ему самому в качестве автовладельца с 20-летним стажем на дорогах Анапы, Вадим Олегович ответил. В сегодняшний день вообще великолепно. Транспорта нет. А если вы говорите чуть раньше, летом, то есть затория ситуации. Почему я говорю, что первое, что я сюда пришел, я собрал рабочую встречу с командиром городского взвода. По сути, говорю, давайте что-то делать, регулировать. Понимаете, люди. Я вот, например, сижу с ним патрульно, проехать невозможно. В личном составе рота ДПС планирует провести незначительное сокращение кадров. Но пообещал, что на эффективности работы подразделения это не отразится. Первые шаги по нормализации дорожного движения в Анапе уже сделаны. Светофор у речки Анапки разгрузил автопоток на Пионерском проспекте. Главная задача, которую поставил перед собой новый руководитель – сделать передвижение по курорту безопасным и комфортным. В школах курорта провели уроки пожарной безопасности. Главная их цель – освежить забытые за лето знания и уберечь детей от беды. Непредсказуемость жизни в том, что никто не застрахован от несчастных случаев, будь то взрослый или ребенок. Детям сложнее сориентироваться в чрезвычайной ситуации. Поэтому знания должны быть отработаны до автоматизма. В рамках декады пожарной безопасности в средней школе номер 11 села Супсех провели открытый урок по основам безопасности жизнедеятельности. Главная цель – это безопасность детей. И детям нужно знать, где и как уберечь себя от любых самых тяжелых последствий, которые могут быть. Дети, люди увлекающиеся, огонь привлекал человека всегда с незапамятных времен, а детей особенно. Поэтому знать, какие будут последствия, прежде чем что-то поджечь, тот же костер в лесу, они подумают, вспомнят, о чем им говорили. И может быть, и не может быть, это точно убережет от большой беды. Ребятам напомнили, как реагировать на возгорание, как правильно покинуть здание при эвакуации, спастись в случае возникновения пожара. Предупрежден – значит вооружен. Я живу на Лосегоре, в Сурсахе, и там поле основное, и там из-за того, что этот год такой солнечный, там просто сухая дрова. И там дорога, и просто машины проезжают, кто-нибудь, ну не знаю, может кто-то сигарету выкинул. Ну много что могло бы произойти. Просто и разгорелся, разгорелся огромное пламя. Мы с папой с окна увидели, там недалеко наш дом стоял, и поэтому мы выбежали с папой с ведрами, начали тушить. Ребята слушали внимательно и задавали вопросы, потому что знают, что этот урок в жизни точно пригодится. В жизни пригодится, потому что вдруг кто-то будет пожар, чтобы ты знал, что надо делать, пойти, тушить, помочь. Даже если мы и знаем, то нам нужно все равно это повторить, ведь многие забывают об этом. Уроки безопасности будут регулярно проводиться в течение всего учебного года. Зажженные свечи и минут молчания в память о жертвах теракта в Беслане. 11 лет назад, 1 сентября, во время торжественной линейки, боевики захватили школу. Полторы тысячи детей несколько суток держали в нечеловеческих условиях. Во время освободительного штурма 3 сентября погибло 334 человека, в том числе более 180 детей. Эта трагедия потрясла весь мир. 3 сентября – день солидарности в борьбе с терроризмом. Утро на курорте началось с минуты молчания. В сквере боевой славы молодежь Анапы приняла участие в акции, посвященной Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Зажженные свечи в руках участников – безмолвная память о страшной трагедии и невинных жертвах. Молодежь Анапы этой акции говорит решительное «нет» терроризму. С недавних пор сентября ассоциируется, конечно, с жертвами Беслана. Неспроста именно Беслан стал памятным днем, то есть трагедия Беслана стала памятным днем всей борьбы с терроризмом. Потому что, наверное, это одна из таких трагедий, когда, ну действительно, правильно для меня сказали коллеги, убивать детей в праздничный день в школе, ну, наверное, это последняя грань какая-то. Молодежные акции, памяти и митинги прошли и во всех сельских округах курорта. То, что в городе и по стране уничтожение группировок террористов и в Кабардино-Балкарии, и в Дагестане, и в Ингушетии, и в Чечне – это видно. Это видно людям, это просто люди стали спокойнее, извините, терактов нету. Люди несут к мемориалам цветы, свечи и белых журавликов – символ мира. И мечтают, чтобы детям больше никогда не приходилось умирать от рук террористов. И в продолжение темы. В первой спортивной школе в селе Субсех прошла спортивная эстафета, посвященная памяти погибших в 2004 году в Беслане. Перед главным спортивным мероприятием прошел митинг, на котором выступили педагоги и гости первой спортивной школы. Память погибших почтили минутой молчания. Сегодня спортсмены детской и юношеской спортивной школы номер один собрались на памятный митинг, посвященный событиям трагедии в Беслане. Таким образом мы хотим спортсменов приобщить, чтобы они помнили эти дни, чтобы они скорбили о детях, потому что там более 300 детей было погибшими. И хочется, чтобы дети понимали всю сущность этой трагедии. Эстафета проходила в несколько этапов. Бег, упражнения с мячом, обручем и со скакалкой. Сегодня участвую в этих соревнованиях, потому что хочу почтить память таких же ребят, как и я, которые погибли в Беслане в 2004 году. Я хочу быть спортсменкой. Здоровой, сильной, красивой, умной. Ребята старались, каждому хотелось победить. А в их глазах была радость и надежда на светлое будущее. Завершит выпуск прогноз погоды. Партнер прогноза погоды – салон магазина изделий из камней самоцветов Тайной Медной горы. В пятницу 4 сентября в Анапе ясно, без осадков. Температура воздуха днем плюс 28-32 градуса. Ночью до 27 градусов тепла. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды плюс 24 градуса. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин Тайной Медной горы приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон магазин Тайной Медной горы подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. Далее информация о партнерах программы. Генеральный партнер программы новости, производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Партнер программы новости – магазин доступной и качественной одежды для детей и взрослых «Модная школа», в которой можно подобрать красивую и качественную одежду для школьных будней и праздников. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – четвертый квартал 2016 года. Звоните 48 300. Школьная форма может быть яркой, модной и стильной. И самое главное – удобной. Приобрести эффектную и недорогую школьную форму, деловую и повседневную одежду для детей и взрослых можно в магазине «Модная школа». Настоящий шик модной классики, европейский стиль, эксклюзивные аксессуары, молодежные тренды. Анапа, улица Новороссийская, 281. Анапа, улица Новороссийская, 281.